Руслан Зайновов Агасфир Но нет. Нити военных и гуманитарных караванов протягиваются и туда, связывая весь сегмент хрупкой сетью космических маршрутов. На Серпентрию нет натуральной природы в том виде, в каком она была несколько сотен лет назад. Реки и озера переживают очередную очистительную рециркуляцию. Деревья остались лишь в гидропонных куполах, а местные леса состоят из металла и стекла. Здесь даже небо стоит за силовым полем, защищающим от отходов жизнедеятельности макрополиса. Идеальный механизм, который можно попробовать назвать красивым, чем-то похож на фарфор. Он также хрупок. Убери один маленький, казалось бы, незначительный сосуд, не сделав ему замену, и весь организм омоется кровью. И незавидна судьба того, кто попытается что-то изменить. Посреди монументального помещения парит платформа. К ней нет дорог. На нее не обращен ни один из многочисленных прожекторов. Материал, из которого она сделана, отталкивает свет. И тому, кто на ней встанет, будет казаться, будто бы он найдет по обретшей форму бездни. На платформе стоит множество сложного оборудования. Панели управления, тихо гудящие генераторы, взгроможденные друг на друга блоки серверов. Но больше всех выделяется белоснежная капсула, по кромке которой проходят голубые силовые линии и четыре столба по краям с навершием в виде нескольких камер. Капсула будто бы светилась в этой безнадежной тьме, притягивала к себе, предупреждала об опасности вокруг, подобно древним маякам. Лишь она одна давала чувство защищенности. Капсула была в одиночестве и развеивала его для других. По помещению прошелся гул, эхом разнесшийся вокруг. Это означало лишь одно. Заработал единственный путь внутрь. Небольшой турболифт устремился вверх к автоматической двери, и по мере его приближения начали загораться пары желтых лампочек. В здешней тьме, светящихся подобно маленьким солнцем. Несколько секунд, и лифт останавливается. Все прожекторы помещения направляют свой свет к дверям. С шипением тиры скрываются, впуская внутрь человека. Он был среднего роста и хорошо сложен. Особенно выделялось лицо. Идеальные черты, короткая, аккуратно уложенная светлая прическа. Один глаз был закрыт черной повязкой, но это отнюдь не уродовало. На этом человеке была выглаженная черная, как смоль, форма и белые перчатки. Справа на груди висели солнечные очки с простреленной линзой, а слева две боевых награды. Он сделал шаг вперед, будто бы погружаясь в бездну, сквозь которую не мог пробиться свет прожекторов. Но под ногой еле заметно отрисовался белый контур ступени. Представитель ККВД начал идти по бездне прямо к платформе, и на его лице возникла легкая улыбка. — Ты вновь явился без приглашения. Укоризненно заметил искаженный статикой голос, донесшийся одновременно отовсюду. Камеры по углам платформы заработали, и напротив капсула возникла фигура мужчины в военной форме и фуражке. Голограмма скрестила руки на груди, закрывая именную пластинку, и нахмурилась. — Ты знаешь, что мне оно не нужно. Парировал комиссар, на мгновение превращая улыбку в звериный оскал. Добравшись до платформы, он немного оттянул вниз подол кителя и окинул голограмму взглядом. — Все тот же образ. — Таким ты почти что лишил меня жизни. Печально вздохнул мужчина. Взмах его руки, и из-под пола поднимается два кресла и небольшой столик. Присев, голограмма застыла в ожидании ответа. — Разве? — усмехнулся колком, откидываясь на мягкую спинку. — Мне казалось, ты получил дар вечной жизни. — Мне отдых от скитаний? Нет, не отдых. Я жизнь мою хочу испить до дна. Продекламировал офицер. — Ставишь себя подлими фитического Уиллиса? Хм, забавно. Комиссар подался чуть вперед. — Если у вас ничего общего. Не мне пересказать его историю. Ты сам знаешь ее не хуже. — Зато я не мню себя Гильгамешем, при этом упиваясь имеющейся властью. — фыркнула голограмма, закатывая глаза. — Тем более, клоны, что вы делаете из моего ДНК, не я. И продолжать мою одиссею, они не способны. Мне казалось, стороны или поздно прекратишь попытку убедить меня в своей первоте. — У нас есть целая вечность, — покачал головой комиссар. — Лейтенант Шим. Или, может, звать тебя Ага-Сфер? — Даже Ураборас рано или поздно поглотит себя. Вижу, ты, наконец, нашел мои награды. Мужчина кивнул на медали, что покоились на груди колкома. — Образцово выполняешь свою работу, красавчик Джек. Комиссар на мгновение потерял контроль над маской, что была его лицом, и скривился, будто бы съел лимон. Вновь откинувшись на спинку стула, он выдохнул и вернул себе нейтральное выражение. Его взгляд зацепился за улыбку офицера. — Который год ты ведешься, когда тебя дергают за эту страну те, в превосходстве над кем ты уверен. Ахиллеса опита самого страшного человека Кавнионного Союза. — Неволее чем своеминутная слабость. Пожал плечами Джек. Металлическая пластина повязки угрожающе блеснула под цветом прожектора, а взгляд единственного целого глаза был пропитан гневом. — Из-за такой слабости вся галактика погрязнет в предсмертных мучениях, — сказал офицер, воспроизведя в руке голограмму стакана с виски. — И ты это понимаешь намного лучше меня. — Забавно слышать от Тантала о мучениях, — огрызнулся колком, — на которую он обречен навсегда. — Ради чего ты пришел сюда? — спросил в лоб Шим, отпевая напиток. — Похмастаться железом, которое ты отдашь другому человеку. — Почему другу? — картинно удивился Джек. — Тебе? — Ни один из них не является мной, — отрезал Картер. — Хочешь поговорить о том, что делает человека человеком? — криво усмехнулся комиссар. — И тебе же об этом говорить. — хмыкнула голограмма. — Так что же заставляет тебя отторгать клонов? — проигнорировал укол колком. — Спектр эмоций, — пояснил лейтенант. — Каждый из них выделяет одно из моих качеств, будь то негативное или позитивное, и делает его фундаментальным в своем поведении. Он знает то, что знаю я, но мыслит иначе. — Уже это делает его другим человеком. — После нескольких лет в отцифровке, надеюсь, про душу ты мне рассказывать не будешь? — буркнул комиссар. — Не тебе же об этом говорить. — Повторил свои слова Шим. — Ясно. — Следишь за своими клонами? — поинтересовался Джек, косясь на капсулу. — Некоторых из них хочется убить, — нехотя признался Картер. — Идут против твоих дурацких принципов, вроде чести мундира и ценностей жизни солдата. — Из этих принципов мы лишь мясники, — процедила голограмма. — Вроде тебя. — А конкретики не дашь? Посмотрю, кого из склонов можно повысить, наградить, уважить визитом. — С пхудскими связей нет, говорю сразу, — проворчал офицер, повторяя порцию виски. — А за остальными, когда как? — Знаешь, того паренька можно было и не убивать. — Знаю, потому и убил. — И не надоело руки марать, большой человек? — Лучше всего сделано то, что сделал ты сам. — Хороший командир не работает сам, но организовывает работу других. В помещении повисла гробовая тишина. Два уверенных взгляда встретились в противостоянии. Два волевых человека пытались задавить друг друга силой воли и влиянием, и ни один из них не мог проиграть, ведь это означало бы показать слабость. Ничья была заключена в тишине. Джек размял шею, а голограмма откинулась на спинку кресла. — Что ты думаешь о моем предложении? — Первым спросил комиссар. Шим вздохнул. — Отвещает небесный учитель. Отойди, отойди от меня, сатана! — Красавчик громко рассмеялся и шутливо погрозил лейтенанту пальцем. — Хо-хо, да, но все же подумай, перспектива в твою пользу. — Пока ты и твои подчиненные гробят колониальный союз? — Никогда! — О чем ты? — Деланно удивился колком. — Мы лишь делаем свой вклад в защиту и развитие родной страны. — Нас учат жизнь пройти дорогу чести. — Ты зря отказываешься. — Ты зря стараешься. — Пока ты не присоединишься ко мне, цифру не покинешь. — Надавил Джек на больное место. — Многосфер до сих пор скитается по миру. — С горечью отмахнулся офицер, в который раз отказываясь от возможности получить новое тело. — Только он не высохший скелет в цифровой капсуле. Красавчик взмахнул рукой и крышка капсулы с шипением отъехала в сторону. Там оказалась подключенная к СЖО полудохлая тельца с почти истлепшей формой, скручившаяся в позе эмбриона и немного подергивающаяся. Нижние конечности и одна из рук отсутствовали полностью. И рядом виднелись следы незаживших ожогов. — Быстро ты перешел на прямые оскорбления. Ты веришь хватку. — Не на гаограмму мне ее тратить, Шим. У меня много дел. — Вроде переворотов, как и ВД. Хочешь возглавить сегмент? — Забавная теория, — покачал головой комиссар. Но неожиданно ее слышать от патриота своей страны. — Так зачем ты сюда пришел? Спросить, готов ли я предать все, ради чего живу? — Ты не живешь, — в голосе Джека прозвенела ядовитая сталь. — Но существуешь, а жить тебе предлагаю я. — Чтоб не налили сами яд в сосуд души. — Шим, твою карьеру сделал я, и твою жизнь тоже делаю я. И щелчком пальца я превращу тебя из героя во врага народа. — И что тебе это даст? — А что тебе дает это глупое сопротивление? Хм, ощущение жизни. Так на чем мы закончим наш разговор в этот раз, Джек? Я не отступился от своих принципов, отказался от его предложения. Ты в очередной раз попытался переманить меня, угрожая вечностью в цифровом пространстве. И снова терпишь поражение. — Я был в том отряде, лейтенант. Пятьдесят лет назад. Помнишь? Роджер Пасс. Все отступали, но ты поклялся защитить гражданских в госпитале. Поклялся чести офицера и мундира своим именем и вступил в неравную схватку. Из-за тебя почти все погибли, в том числе и ты. И что в итоге? Шим, ты пятьдесят лет как оцифрован. Ты умер и говоришь мне, что выходишь победителем? Ты себя слышишь, голограмма? Я получил возможность жить. А ты здесь. Думаешь, я к тебе раз за разом прихожу ради беседы? Да я тебя оживить пытаюсь. Командира, который умер ради ничего. Пшика. Чёртовых принципов, которые свели тебя в могилу. Комиссар не выдержал и, вскочив с кресла, начал поддерживать свой выплеск эмоций, активной жестикуляцией. Когда-то и ты был человеком слова. Капралом Джоком Шимом, которого я знал. Разговор окончен. Воскликнул красавчик, резко разворачиваясь и уходя прочь с платформы. Дверь турболифта закрылась и кабина устремилась вниз. Картер какое-то время просто сидел в кресле, прикрыв глаза, погрузившись в свои мысли. А затем достал из нагрудного кармана фотографию. На ней было три человека. Трое молодых ребят. Солдат колониальной пехоты. Один из которых только-только закончил офицерскую школу. И в самом низу была подпись, сделанная красным маркером. Оставайся человеком. Картеру от Александра и Джека. Печально улыбнувшись, лейтенант Шиму брал фото обратно и хлопнул в ладоши. Камеры деактивировались и голограмма развоплотилась, вновь оставляя свою клетку безжизненной, погруженной в непроклядную тьму. И лишь белая капсула с полумертвым телом пульсировала светом, будто бы сердце умирающего человека. И лишь белая капсула с полумертвым телом пульсировала светом, будто бы сердце умирающего человека. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok